Всем спасибо, что пришли. Сегодня я буду говорить о снаряжении для горного туризма летнего. То есть, если говорить о Кавказе, то это где-то с мая по октябрь, ну и на высотах от 1000 до 3000 метров. Традиционно все снаряжение делится на личное, на групповое и на специальное. Личное снаряжение – это то, которое используется индивидуально. Это в первую очередь спальная система, рюкзак, посудно предназначенное для употребления пищи, а не для приготовления и так далее. Ну, групповое снаряжение – это прежде всего палатка, это посуда для приготовления пищи, там рации, всевозможные навигаторы, спутниковые телефоны и так далее. Ну и есть специальное снаряжение – это обычно то снаряжение, которое предназначено для выполнения каких-то специальных задач. Прежде всего, альпинистское снаряжение – это каски, обвязки, карабины, кошки, ледорубы и так далее. Но об этом мы сегодня говорить не будем. Итак, любой разговор о снаряжении в первую очередь начинается с одежды. В горах всегда погода очень неустойчивая, переменчивая. Может быть жара, может быть холод, дождь, снег, все что угодно. И к этому надо быть готовыми. Поэтому в туризме обычно используется система слоев. Ну, слоев может быть сколько угодно, но обычно выделяют четыре основных. Это базовый, обычное – это термобелье, предназначенное для отведения влаги от тела. Это утепляющий слой, какая-то флиска, флисовые штаны или, может быть, синтетическая куртка. Защитный слой – это слой, предназначенный для защиты от осадков, ветра и все остальное. Ну и дополнительный утепляющий слой – обычно это какая-то легкая пуховка. Ну и так, базовый слой у нас – это термобелье. Термобелье может быть синтетическое и может быть шерстяное. Обычно считается, что шерстяное белье лучше греет, но у него тоже свои недостатки. Я считаю, что в походе лучше всего использовать синтетическое белье. Вот компания «Сплав» нам предоставила примерно вот такой образец. Это для летних походов лучше всего использовать либо тонкое, либо среднее белье. И желательно, чтобы оно было светлое, потому что часто термобелье используется в качестве верхней ходовой одежды. И какое-то черное или темное белье, но в нем постбананно жарко, намного жарче. Следующий слой – это утепляющий слой. Обычно используются флиски, флисовые кофты, флисовые штаны. Но вот сейчас в последнее время появились куртки с синтетическим утеплителем. Выглядит вот примерно так. На самом деле, я считаю, что сейчас это намного удобнее и лучше использовать, чем типичный такой традиционный флис, потому что они намного легче, также быстро сохнут, ну и намного теплее. По соотношению веса теплоизоляции, вот такие варианты, они намного предпочтительнее, чем флис. Хотя, в принципе, для новичков, ну для начинающих, можно купить обычную, там самую дешевую, там самую простую флисовую кофту, штаны, там за 500 рублей. В спортмастере, в декатроне и как бы будет отлично. Дальше, в туризме используется в качестве защитного слоя от осадков, от дождя, от ветра, ну обычной мембранной куртки. Мембранной куртки, в общем-то, можно разделить на три таких основных типа. Это двухслойные, это самый такой устаревший тип и самый дешевый. Его можно отличить по наличию подкладки, ну, даже показать, в общем-то, не на чем, потому что сейчас их почти не используют. Есть двухсполовинные слойные и трехслойные куртки. Вот это двухсполовинные слойные такая, в принципе, отлично можно использовать, но они легче, в общем-то, также защищают от осадков, от ветра, но несколько менее прочные, то есть менее износостойкие. И самый такой универсальный вариант – это трехслойные мембраны. В общем-то, вот такой вариант, ну, стоит достаточно дорого, но прослужит как бы почти вечно. Бывают разных характеристик, ну, основные характеристики – это водонепроницаемость и паропроницаемость. Ну, измеряется в миллиметрах, в тысячах миллиметров. То есть вот эта куртка, она, наверное, 10 или 15 тысяч водозащита. И, в общем, этого достаточно. То есть любой дождь, любые осадки она выдержит. И второй показатель – это паропроницаемость. Тоже желательно покупать, конечно, куртку максимально дышимую, но это будет намного дороже стоить. И, в общем-то, не факт, что вы это почувствуете, как бы, во время использования. Потому что, в принципе, какая бы высокая паропроницаемость ни была, ну, все равно в куртке бывает жарко. Ну, не бывает, а будет жарко днем, там, на солнце и так далее. Бывают так называемые, ну, куртки, материал softshell, softshellовые куртки. Они в той или иной степени являются комбинацией, там, защитного и утепляющего слоя. Но они несколько хуже держат осадки и несколько хуже греют. Ну, в горном туризме не так часто используются. В основном используют в альпинизме, когда там известно, что там сильного какого-то дождя не будет. И, ну, для экономии веса иногда бывает выгодно использовать. Вот такие, так вот они выглядят. Тоже неплохой вариант, но менее универсальный, чем комбинация мембранной куртки, штанов и, там, утепляющего классического слоя, там, флисовых, флисовые куртки, например. Выделяют, так называемый, четвертый дополнительный утепляющий слой. Обычно представлен легкими пуховыми куртками, там, до 500 грамм. Не всегда, как бы, это считается обязательным использовать, но я считаю, что очень нужно. Обычно применяют, там, на стоянке, в лагере вечером. Ну, или в какой-то, может быть, экстремальной ситуации, когда требуется дополнительное утепление. Ну, и такой вот отдельный, можно сказать, слой – это ходовая одежда. Обычно используют ходовые штаны из материала softshell. Они должны быть максимально легкие, синтетические. В какой-то степени они защищают от осадков, от ветра. Но самое главное, чтобы они были максимально дышимые, с максимальными показателями дышимости и быстро сохли. Отдельно надо поговорить о головных уборах. В походе головной убор нужен для защиты от осадков, от холода, от солнца. И, в общем-то, всегда надо с собой иметь, там, либо баф, либо кепку. Ну, и какую-то теплую флисовую шапку. Ну, для сна или на случай, если нас застигла в походе непогода какая-то, холод. Ну, и теперь еще хотел бы несколько слов сказать о том, как вот эти все слои, как эту одежду на практике используют. Обычно день в походе, ну, после подъема, все выходят, там, из палаток, готовят завтрак. В это время еще солнце только встает и достаточно холодно бывает. Поэтому обычно люди одеты в термобелье, в котором они спали, там, во флисовые шапки. Ну, и удобно использовать как раз вот дополнительный утепляющий слой, там, пуховую какую-то куртку. После завтрака, когда группа выходит, все теплые вещи снимают, убирают и одевают ходовую одежду, это софт-шелл, какие-то штаны. Ну, и наверх желательно футболку, термобелье, футболку от термобелья с длинными рукавами для защиты от солнца. В течение дня, там, погода может испортиться, начаться дождь. И тогда одевают защитный слой, это мембранную куртку, мембранные штаны. Может быть, довольно холодно, но флисовый или, там, утепляющий слой не одевают. Он должен оставаться сухим. Ну, и вечером на привале уже можно утеплиться, как раз солнце садится. И тогда одевают, ну, по сути, все, что есть, флисовые кофты, там, флисовые штаны, пуховые куртки, там, и так далее. Ну, и ложатся спать в термобелье обычно и, там, во флисовые шапки. Следующий раздел – это обувь. Обувь – это, наверное, один из самых важных элементов снаряжения. Главное требование к обуви – это, чтобы она была удобная. То есть, малейший дискомфорт в магазине превратится в мозоли, там, и во все остальное в походе. Поэтому туристическая обувь должна быть подобрана максимально тщательно. Вот у нас для примера такой есть ботинок туристический. Ну, при покупке надо обратить внимание, чтобы он был достаточно высокий. Ну, в максимальной степени фиксировал голеностоп, потому что вот этот нижний сустав – это самое такое слабое место, ну, в организме. И 90% травм в походе – это травмы, вывихи, вот, лодыжки, голеностопа или, там, переломы. Поэтому туристический ботинок должен фиксировать ногу. Желательно, чтобы, если это кожаный ботинок, он должен состоять из цельного куска кожи или, ну, с минимальным количеством швов. Вот здесь вот есть один шов, но желательно, чтобы не было. Потому что все это трется об камни, и, ну, так сказать, ненадолго такого ботинка может хватить. Ну, и важно, чтобы носок и вообще желательно весь периметр ботинка был защищен таким вот резиновым рантом. Это, как бы, очень сильно продлевает срок службы обуви. Ну, и подошва должна быть максимально жесткой, такой негнущейся. Тоже это нужно, так сказать, для безопасности, для предотвращения, там, всяких травм, связанных с вывихами и переломами. Выбирая обувь туристическую, ну, этому надо уделить время побольше. То есть надо прийти в магазин и одеть ботинок, там, минут 20 походить по магазину в нем. Нужно, чтобы от носка ботинка до пальцев оставался зазор, там, 10-15 миллиметров, и чтобы пальцы ни при каких условиях не касались носка ботинка. То есть ни на спусках, ни на подъемах, ну, как бы, должен оставаться всегда зазор между пальцами и носком ботинка. А иначе, ну, просто могут вылезти ногти буквально там через 1-2 дня похода. Ботинки надо еще покупать без утеплителя. И, так скажем, терморегуляция ботинка осуществляется носком. То есть если более холодная погода, то просто используются более теплые носки. Если там жарко, то используются более тонкие носки. Ну, в общем, с покупкой обуви спешить не нужно. Это, в общем-то, самый такой ответственный этап выбора снаряжения. И этому надо уделить побольше времени. То есть прийти в магазин и, там, как следует померить несколько моделей, там, походить. Точно убедиться, что ноге удобно, потому что трекинговый ботинок, он не разносится. Он, каким был в магазине, таким и останется. И скорее разносится нога, чем, так сказать, ботинок трекинговый. Ну, носки используются тоже специальные, трекинговые, туристические. Обычные ХБ-носки в туризме не применяются, потому что, ну, они там сползают, намокают, плохо сохнут. И вызывают, там, мозоли и все остальное. Ну, желательно покупать носки средней толщины, средней длины, то есть чтобы были чуть повыше ботинка. Следующий такой, один из самых важных элементов снаряжения – это спальный мешок. Туристические спальные мешки делятся на две большие категории. Это синтетические спальники и пуховые. Ну, преимущество синтетических спальников – это цена такая минимальная. Но пуховые спальники, они, ну, там, в четыре раза меньше и, там, в два раза легче. Вот у нас есть образец. Вот это пуховой спальник на примерно минус шесть. А вот это вот такой же пуховой синтетический спальник на минус шесть. То есть, как видите, они очень сильно отличаются по размеру. И причем пуховой спальник, его еще сжать можно, то есть, там, в два раза. А синтетический, вот он, ну, еще чуть-чуть можно его сжать, но, в принципе, вот он такой и останется. То есть, если смотреть, там, пуховые мешки, то обычно пух используется либо гусиной, либо утиной. Ну, утиной считается намного хуже, дешевле. Ну, сейчас все в основном делают из гусиного пуха. И сам пух, он тоже различается по качеству. Есть такой показатель Feel Power. То есть, ну, чем больше, тем лучше. Ну, в принципе, 700-800 это уже отличный пух, как бы, отлично подходит. Длину спального мешка надо выбирать, чтобы был, там, на 20-30 сантиметров больше роста. То есть, для человека ростом, там, метр восемьдесят, надо покупать спальник, там, ну, 2-10 где-то. Ну, и слишком длинный тоже не следует покупать, потому что, во-первых, он будет тяжелее. А, во-вторых, его надо будет дольше прогревать ночью. То есть, когда человек в него залезает, больше пространства лично у него остается, и он дольше тепло будет набирать. Ну, и есть такие температурные режимы. Обычно на спальниках пишут, там, T-комфорт, T-лимит и T-экстрим. T-экстрим это температура, обычно, вот, все спальники, там, это третья температура, там, обычно, минус 15, минус 20, минус 30 градусов. И вот этот показатель, он обычно указывает ту температуру, при которой, ну, человек просто не погибнет ночью. Но спать тоже не получится. Поэтому при выборе надо ориентироваться на, вот, T-комфорт, температуру комфорта и температуру лимит комфорта. Ну, обычно женщинам рекомендуют температуру комфорта, это верхний такой показатель. Ну, вот этот, по-моему, спальник, он, температура комфорта, у него минус, там, 6, минус 10. Ну, вот, женщинам на минус 6, значит, ориентироваться, а мужчинам можно на минус 10 смотреть. Но это все индивидуально, и, как бы, только по опыту можно понять. Ну, я вот думаю, считаю, что в летние горные походы, например, на Кавказе, ну, температура комфорта минус 5, ну, оптимальный вариант. Ну, и никакой туристический спальник не позволит комфорта ночевать, если плохой туристический коврик. Потому что большую часть теплоизоляции как раз дает коврик. В коврике бывают обычные туристические пенки. Вот так вот выглядит. В принципе, отличный вариант, самый дешевый, достаточно удобный, вечный практически. Но спать на нем, ну, скажем так, наименее комфортный из всех остальных вариантов. Но, с другой стороны, он никогда не подведет и, в общем, отлично справляется со своими задачами. Но надо смотреть, чтобы был потолще. То есть, для горных походов, даже летних, надо смотреть, чтобы была толщина, ну, 8-10 миллиметров. Следующий тип – это самонадувающиеся коврики. Вот так вот выглядит примерно. То есть, вот он там в три раза меньше места занимает. Ну, по весу такой же обычно, но может проковоться и, как бы, сдуться. И тогда придется ночью, там, что-то придумывать, клеить его, там. В общем, для таких аккуратных и опытных людей самонадувающий коврик – хороший вариант. Ну, и есть третий тип – это надувные коврики. В общем-то, для опытных туристов это лучший вариант. Потому что они занимают меньше всего объема, и они самые легкие. И бывают очень теплые модели, и очень они удобные, комфортные. Но, естественно, тоже недостаток, что и у самонадувающихся ковров. Он может сдуться в самый неподходящий момент. Но, в общем, на практике это очень редко случается, если качественный производитель, и если, ну, аккуратно использует. А, ну и еще все туристические коврики, ну, у них есть такой показатель термоизоляции. Обычно измеряется R-value, так называемый показатель. И вот R-value 1-2 – это, ну, для летних походов. Там 3-4 – это можно использовать при около нулевых температурах. Ну, и если больше 6-ти, то, в общем-то, для любых походов, альпинистских восхождений, там, для любых температур подходит. И надо понимать, что если какие-то зимние походы или альпинистские восхождения, если предполагается ночевки на снегу, то коврики с низким R-value, они пропускают тепло к земле, и снег может таять, и, ну, в общем, может намокнуть спальник. Поэтому, как бы, тоже за этим надо смотреть. Ну, и часто используются вкладыши в спальные мешки. Это, ну, по сути, такие тонкие простыни или тонкие спальные мешки без утеплителя. Их используют, ну, часто бывает удобно использовать в летних походах, их можно использовать отдельно от спального мешка. В зимних походах, ну, в таких гигиенических целях, потому что спальные мешки обычно очень тяжело стирать, и теплоизоляционные свойства от этого падают. И, ну, вкладыш в спальный мешок, он позволяет, как бы, сократить количество стирок и, соответственно, продлить срок службы спального мешка. В каких-то теплых походах или в каких-то путешествиях, например, в Юго-Восточной Азии, можно вкладыш в спальный мешок использовать отдельно. Например, там, во всяких гималайских треках на приютах часто дают, там, постельное белье, но без наволочек, без пустыней, без всего остального. И вот можно спать в этом вкладыше, ну, в таких гигиенических целях. Ну, и следующий, такой важнейший элемент снаряжения – это рюкзак. Точно так же, как и с обувью, главное требование – это, чтобы рюкзак был удобный, подбирается индивидуально. Придя в магазин, надо попросить нагрузить его килограмм, там, 10-15, и, там, полчасика походить, почувствовать свои ощущения. То есть нагрузка должна передаваться на область пояса и, ну, в минимальной степени давить на плечи. В качестве универсального такого рюкзака для летнего горного туризма можно рекомендовать рюкзак 70-90 литров. Ну, в первую очередь, конечно, надо смотреть, чтобы он был удобен, но если, ну, так скажем, из двух удобных рюкзаков, надо выбирать тот, который полегче. Ну, и, в общем, мне кажется, что рюкзак в районе двух килограмм весом – это, как бы, оптимальный вариант. И, ну, в общем, прослужит он сколько угодно. Важный элемент у туристического рюкзака – это накидка от дождя. Обязательно в походе к рюкзаку должна быть накидка, ну, а иначе все вещи промокнут. Ну, а в летних каких-то походах, например, в Крыму или там на Байкале, когда стоит, ну, не требуется много теплой одежды, не требуются теплые спальные мешки, можно использовать вот такие вот рюкзаки 40-50 литров. Ну, и их можно смотреть, чтобы вес у них был, ну, там, меньше килограмма. Вот этот вот рюкзак, например, он меньше килограмма весит. И, ну, по сути, это такое достаточно уникальное предложение. Вот можно присмотреться к такому. Есть рюкзаки со множеством, там, дополнительных отделений, карманов, там, ну, мне кажется, это излишне, то есть, на мой взгляд, желательно выбирать рюкзак с минимальным количеством лишних карманов, ну, и все остальное. Вот боковые утяжки есть, клапан есть, и этого достаточно. В последнее время в туризме, ну, в общем-то, почти обязательно стали использовать трекинговые палки. Трекинговые палки – это очень удобная вещь, в принципе, сильно облегчает жизнь туристам. И, ну, в общем, для начала можно покупать любые, ну, даже самая, там, дешевая модель, в общем-то, нормально справляется. Единственное, бывают замки, которые сегменты фиксируют, бывают клипсы, а бывают такие закручивающиеся. Ну, вот, лучше использовать с клипсами. Ну, и такой немаловажный и, в общем-то, обязательный в местных Жене – это гермомешок, гермомешки. Используется для того, чтобы упаковывать спальный мешок, ну, и желательно еще, чтобы одежда была тоже упакована в гермомешок, потому что в случае сильных затяжных дождей накидка от дождя часто не справляется у рюкзака, и вещи могут промокать. А ничего хуже, чем мокрый спальник в походе, ну, в общем-то, быть не может. Ну, и вот гермомешки бывают, ну, нескольких видов, бывают из такого плотного материала, тяжелые. Их обычно используют на сплавах, там, на каких-то водных походах. А есть легкие спальные мешки, эти гермомешки весом, там, 50-100 грамм. Они не обладают такой абсолютной герметичностью, но для использования в качестве упаковки внутреннего снаряжения они отлично подходят, и вот их и надо использовать. Такой важный элемент личного снаряжения туристического – это личная посуда. Посуда, ну, обычно у каждого должна быть миска, кружка, ложка. Ну, и, в общем-то, особых требований нету, тут каждый, как бы, сам выбирает. Бывают, ну, алюминиевые, бывают пластиковые, какие-то полимерные варианты из нержавеющей стали и, там, титановые. Ну, титан – самый, конечно, лучший вариант, они самые легкие, самые прочные, но и дорогие. Ну, и, как бы, очень хорошие есть полимерные сейчас полимерные посуды из полимерных материалов. Особенно вот компания «Сиэтусами» делает очень удобную вещь. Ну, и также у каждого должна быть емкость для воды. Ну, это может быть фляга, бывает сейчас такие мягкие фляги, которые скручиваются и очень мало места занимают. Ну, или обычная пластиковая бутылка, там, из-под минеральной воды. В общем-то, как практика показывает, самый такой практичный и удобный вариант. Так, также важный элемент личного снаряжения – это налобный фонарь. Тоже должен быть у каждого. Используется в темное время суток, чтобы там куда-то сходить ночью из палатки. Или там, если засиделись за ужином, чтобы по своим местам разойтись. То есть без фонаря, в общем-то, в походе никуда. Да. Тоже особых требований нету. Подойдет абсолютно любой. Даже, в общем-то, самый дешевый вариант, там, за 300 рублей. Но желательно, чтобы, ну, были там, было несколько режимов. То есть посильнее, чтобы светил помощнее, послабее. И чтобы был там красный свет. Когда вот товарищи спят в палатке, а вам надо выйти, ну, вот красный свет включается, он меньше по глазам бьет. Ну, и у каждого должна быть личная аптечка с минимальным набором, так сказать, медикаментов. Это, ну, прежде всего, солнцезащитный крем. Это гигиеническая помада. Таблетки от живота, от головы. Там какой-то минимальный перевязочный комплект. Набор пластырей. Ну, и индивидуальные медикаменты от индивидуальных болезней. На этом с личным снаряжением все. И следующий такой пункт – это групповое снаряжение. Групповое снаряжение – это, в первую очередь, это палатка. Палатки бывают однослойные и двухслойные. Ну, в горном туризме обычно используются двухслойные палатки. Однослойные – это такие альпинистские специальные варианты. Вместимостью палатки обычно один, два, там, три, четыре человека. Ну, здесь по обстоятельствам. То есть в каких-то группах выгодно использовать там четырехместные палатки. Ну, вообще, так на практике, наверное, двухместные – это самый такой универсальный вариант. Ну, и хорошие палатки. Ну, наверное, один из таких ключевых параметров, по которому надо выбирать – это вес. То есть, ну, самые лучшие палатки, ну, например, двухместные – это где-то от килограмм 600, килограмм 700. Ну, и, в общем, в районе двух килограмм – это, ну, такой оптимальный вариант. Ну, и конструктивные палатки тоже отличаются. Ну, бывают такие классические советские двухскатные палатки. Их сейчас уже, ну, практически не используют. Есть полубочки. Полубочки обычно используют в альпинизме. Они, как бы, максимально легкие и при этом достаточно ветроустойчивые. И у них обитаемость хорошая. Ну, и есть такие куполообразные палатки. Вот их как раз в горном туризме удобнее всего использовать. Ну, вот сейчас, в последнее время, стали такие модные палатки с хабовым таким, хабовой конструкцией. Вот как раз, как на картинке. Они, ну, очень удобные. Большая обитаемость у них, маленький вес, хорошая ветроустойчивость. Ну, для горного и летнего туризма самый оптимальный вариант. Также в состав такого группового снаряжения входит туристическая электроника. Это навигаторы. Навигатор можно использовать в телефоне. В общем-то, это там приложение Asmant, Maps.me и так далее. Но в сложных метеоусловиях смартфоном пользоваться не очень удобно. И, к тому же, у них не всегда есть нужные карты. Поэтому есть специальные туристические навигаторы. Ну, у нас это, прежде всего, гармины. Ну, в общем, если ходить в более сложные такие походы, лучше навигатор использовать специализированный. Для связи с внешним миром используются спутниковые телефоны. Спутниковый телефон – это вообще достаточно специфическая вещь. Во-первых, покупая спутниковый телефон, нельзя потом к нему купить какую-то другую симку. Он продается уже с такой, так сказать, встроенной сим-карты к определенному оператору. Ну, есть их много, но самый известный – это Iridium. Очень дорогая связь. Там десятки тысяч рублей может стоить 200 минут. Но зато работает везде, в любой точке мира. Ну, самое популярное у нас – это Global Star. Работает, в общем-то, везде и стоит достаточно недорого. Минуты там около 50 рублей. И есть Turaia. Turaia – это такая самая дешевая спутниковая сеть, но на территории России не очень работает. У них спутники висят над экватором, там, на геостационарной орбите. Ну, в общем, не всегда у нас работает. В южных областях только. Вот так вот. Ну, и все спутниковые телефоны – это такие приборы из 90-х с кнопками, с плохой защитой от ударов, от воды, от всего остального. Поэтому их желательно использовать в отдельной гермоупаковке. Ну, а для связи внутри группы обычно используют рации. Ну, обычно в группе, там, на 10 человек нужно иметь две рации для, так скажем, человека, который идет впереди, и для замыкающего, чтобы можно было поддерживать связь. У нас в России свободно разрешено использовать диапазоны 133-134 МГц и 446 МГц. Ну, разницы, по сути, никакой нет. И, ну, при наличии удостоверения радиооператора можно использовать двухметровый диапазон – это 144-146 МГц. Используется в основном для организации связи на большие расстояния, там, например, во время спасательных операций. Ну, и рации бывают частотные, канальные. Канальные рации – это, в общем-то, когда на определенной отрезке частоты им назначены цифровые обозначения, и в рации просто переключаются кнопками, там, первый канал, второй, третий, ну, достаточно удобно. Ну, и все радиостанции, они еще делятся по мощности, но за такой максимальной мощностью гнаться нет смысла, потому что, так скажем, расстояние, на котором действует рация, она пропорционально мощности в квадрате. То есть при увеличении мощности, например, в два раза расстояние, на котором эта рация будет работать, она увеличивается, там, например, на 20-30%. То есть, ну, условно говоря, если рация на 5 Вт, и если она работает, там, на 3 километра, то 8-ваттная, там, рация, она будет работать, там, на 3 километра 700. Ну, и, в общем, большого смысла нету, потому что с увеличением мощности увеличивается и расход батареи. А, в общем-то, в походе, в горах запас батареи – это, в общем-то, самый такой критический фактор при использовании рации. Ну, и групповое снаряжение относится и посуда для приготовления пищи. Обычно это котлы, ну, обычно выбирают котлы из расчета 400-600 миллилитров на одного человека. Бывают тоже титановые, и, ну, обычно используют либо титановые, либо из нержавейки. Ну, нужно два котла. Один для приготовления основных блюд, а другой, там, для чая, например. Также важный элемент группового снаряжения – это тент. Всегда должен быть, потому что, когда группа приходит на место постановки лагеря, тент натягивается в первую очередь. Туда складываются, там, рюкзаки, какие-то вещи, а потом идут, ну, устанавливают палатки, готовят пищу и так далее. Тенты делают из полиэстера или силиконизированного нейлона обычно. Ну, полиэстер, он прочнее, он дешевле, но он тяжелее и много места занимает. А силиконизированный нейлон, он, ну, вдвое, по сути, легче и намного дороже. Но, как бы, и еще менее прочно, менее износа стойки. Ну, в общем-то, с весом понятно. Бывает разных еще размеров. То есть на группу 5-10 человек нужен тент, ну, примерно 5 на 5 метров. Ну, если там 4-5 человек, то можно там поменьше, там, например, 2,5 на 2,5 метра. Ну, обычно еду в походах готовят, ну, либо на костре, либо на туристических горелках. Ну, в горах обычно, естественно, готовят на туристических горелках. Горелки бывают газовые, бывают жидкотопливные и мультитопливные. Ну, чаще всего используют газовые горелки. Вот бывают вот такие варианты, которые накручиваются на баллон. К их плюсам относится низкая цена, маленький вес, но они, ну, максимум там на 2-3 человека можно еду приготовить. Ну, а если группа большая, то используют вот такие горелки со шлангом. Ну, на большую группу желательно выбирать горелку от 3000 ватт. Ну, вот эта, она, по-моему, 3500-3600 тысяч. Ну, и еще газовые горелки бывают такие интегрированные системы приготовления пищи. У нас нет, но вот примерно такой вариант получается. То есть, горелка, и к ней устанавливается специальная кастрюля с радиатором. Ну, это снижает время приготовления пищи и снижает расход топлива. Тоже, в общем, очень удобный вариант. Но у газовых горелок у них есть свои недостатки. То есть, при каких-то низких температурах газ начинает работать с меньшей эффективностью или, может быть, может вообще перестать работать. И еще непонятно, сколько газа в баллоне остается. То есть, это всегда так навскидку приходится мерить. Ну, и поэтому существуют жидкотопливные горелки. Обычно работают на бензине там или на дизельном топливе. У них преимущество в том, что они не зависят от температуры, не зависят от высоты, на которой поход проходит. И всегда понятно, сколько топлива осталось. Но они намного дороже, и с ними надо уметь пользоваться. То есть, ну, некоторый навык нужен для использования. Ну, и бывают мультитопливные горелки, которые на газу работают и на жидком топливе. Ну, в общем, самый такой хороший вариант. Но они достаточно дорогие. Ну, и обязательно в состав группового снаряжения входит групповая большая аптечка. Обычно ее рассчитывают на то, чтобы оказать помощь как минимум двум участникам. Ну, если больше двух пострадавших, то поход в любом случае должен быть завершен. Ну, и состав этой групповой аптечки, так сказать, достаточно индивидуален. То есть, подбирается к конкретному подходу. Ну, а должны быть какие-то сильные обезболивающие на случай там вывихов, переломов и всего остального. Должны быть средства от аллергии, антибиотики, антисептики, какие-то лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства, ну и так далее. Ну, и также в походах обычно используют групповой ремонтный набор. Обычно там используются какие-то заплатки. Ну, сейчас есть удобные самоклеящиеся заплатки для различного снаряжения. Должен быть скотч армированный. В принципе, скотчем можно починить практически все, что угодно. И это, в общем-то, самый важный такой элемент ремонтного набора. Берут также клей, берут алюминиевые трубки для ремонта дуг, туристических палаток. Иногда удобно брать с собой там запасной поясной фастекс для рюкзака. Ну, в общем, универсальных ограничений нет. То есть подбирается в зависимости от того снаряжения, которое используется. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.